Уважаемые коллеги, добрый день. Я всех приветствую. Мы совсем недавно, две недели назад, обсуждали с правительством вопросы, связанные с природными пожарами в России и в различных регионах страны. Как известно, из-за рекордной жары, засухи, с бедой этой стопусной целого ряд регионов, особенно сложная ситуация сложилась в Якутии, Карелии, в Красноярском крае, в Иркутской области, Тюменской области. Пострадала также Челябинская область. Мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары, и, к сожалению, не обошлось без жертв. Кроме того, хотелось бы сегодня, конечно, оперативно обсудить и послушать, как идёт работа с паводками. Здесь министр только что докладывал, пока мы двигались от одного места к другому, что ситуация здесь непростая, поэтому нужно смотреть на это самым внимательным образом. Понятно, что мы научились достаточно оперативно реагировать, но всё-таки сбои имеют место, люди страдают. И прежде всего, конечно, мы сегодня, как и обычно в таких случаях, должны будем поговорить на тему о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются. У нас, в принципе, система нормативная база отработана, система административных действий тоже. Тем не менее, каждый раз события подобного рода, они достаточно уникальны, имея в виду, что в каждом регионе, где люди сталкиваются с этой бедой, с этой проблемой, условия свои собственные и требующие внимательного отношения к этим особенностям и территории, и регионов, и инфраструктуры. Поэтому есть вопросы и к организации лесного хозяйства. Давайте по всем этим вопросам сегодня поговорим. Пожалуйста, я хочу предоставить слово губернатору Челябинской области Текстуру Алексею Леонидовичу. Пожалуйста. Владимир Владимирович, пожар в Джабинской области продолжался с 12 июля и был полностью ликвидирован в течение четырех дней. До момента, пока опасность не миновала, лично находился на месте, возлагая в работу оперативного штаба, сегодня основными задачами для нас являются оказание помощи пострадавшим и восстановление жилья и инфраструктуры. По вашему решению приступили к решению этих задач немедленно, и в первые же сутки было восстановлено электро- и газоснабжение в двух пострадавших поселках, Джабыкове, запасное, начали выплаты компенсацией. Всем, кто находился в момент пожара, мы выплатили единовременное пособие по 10 тысяч рублей, это 1400 граждан. Также было принято решение о выплате компенсации за частичное или полностью утраченное имущество. Таких граждан у нас 155 человек, уже получили 142 человека. По 13 гражданам есть проблемы с документами, помогаем их решить совместно с прокуратурой региона, помогли подготовить обращение в суды, уже получили то же судебное решение о восстановлении прав и тоже начинаем выплаты. В даре погибшего гражданина осуществлен выплаты в размере 500 тысяч рублей. Всего в результате пожара сгорелось два дома, на основании данных Росреестра установили собственников 66 из них, еще 6 дома без хозяина. Тем, у кого жилье было единственным, будет построено или приобретено новое жилье, таких домовладельцев 30, 17 из них приняли решение строить новые дома, 13 приобрести на территории области другое жилье взамен утраченного, в том числе и квартиры. Причем мы приняли решение на таких категорий граждан, если жилье было меньше 60 квадратных метров, строить новые дома минимум 60 метров. То есть многие пострадавшие граждане, для кого это было единственное жилье, улучшат жилищные условия. 36 собственников использовали дома под дачей, будут компенсировать таким гражданам метр в метр утраченного и по желанию либо выплачивать денежную компенсацию, либо строить новое жилье. В настоящее время начато строительство 23 жилых домов, работают 5 подрядных организаций, все завершим до 15 сентября, всю стройку для тех, для кого это жилье было единственным, и оставшиеся дома до 1 октября, по графикам даже раньше, уверен, что мы с этой задачей справимся, также обращаем внимание на качество, обеспечиваем строй контроля. Уже дважды после чрезвычайной ситуации был в поселках, вот сам, собственно, контролерный ход работы. Что касается лесовосстановления, было повреждено 15 тысяч гектаров лесных насаждений, из них 4,5 тысяч гектаров, к сожалению, погибли. Ведем сейчас лесопатологическое обследование, готовые материалы для уборки погибших насаждений и посадки новых лесных культур в следующем году. Совместно с МЧС провели дополнительный анализ защищенности территории и целей противопожарного прикрытия населенных пунктов, приняли решение дополнительно разместить два новых пожарных подразделения в период КГБ, профессиональную пожарную охрану в селе Елененко и добровольную пожарную команду для прибыли ЖБК и запасных. В связи с высокими рисками природных пожаров, пожарное прикрытие получит поселок Гранитный Кизильского района, который находится с западной стороной Бор. Планируем также оснастить противопожарные службы области новыми пожарными автосистемами 16 единиц. Кроме того, Владимир Ильич, посмотрели на другие проблемы пострадавшей территории, принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Джабык. За счет средств регионального бюджета сейчас современная инфраструктура для занятия спортом в поселке отсутствует. Есть и другая проблема, о которой часто говорят жители. До поселка Джабык нет, и никогда не было асфальтовой дороги, только щебеночная, по которой в том числе и шла эвакуация людей из зоны пожаров. У нас есть инициатива сделать дорогу полноценной асфальтобетонной, участок 19 км, прошло вашей поддержки в этом вопросе. И самое главное, Владимир Владимирович, хочу от лица родителей и детей поблагодарить вас за внимание к той ситуации, которая у нас сложилась в связи с пожарами. По вашему поручению, 102 ребенка, эвакуированных из детского оздоровительного лагеря, отдохнули в детском центре сменована, и в очень народном детском центре Артек в Крыму. Там два учреждения у вас были. Да, у нас был еще санаторий, мы для детских санаторий для верхних отдыхательных путей. Да, мы деток эвакуировали, потом вернули назад в санаторий, когда проблема была решена. А из детского оздоровительного лагеря родничок, детки, которые не смогли закончить смену, вот как раз по вашему решению они у нас отдыхали в Анапе и, соответственно, в Крыму. Дети вернулись домой, довольные, счастливые. Я фотографии тебе показывал. Спасибо, что такое решение было принято. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста, Евгений Николаевич. В дополнение к докладу хотел бы сказать, что по фактам перехода огня в населенные пункты в ходе предварительных следовательных действий, что два из трех очагов пожара возникли в результате неосторожного вращения с огнем. Предварительной причиной третьего пожара является, так называемая, сухая гроза. Однако и эта версия пока нуждается в дополнительной проверке. Теперь о ситуации с лесными пожарами в России. С начала пожароопасного периода на территории Российской Федерации возникло более одиннадцати тысяч очагов лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила более шести минут. С 1 июня к текущему году в результате природных пожаров возникал риск перехода огня на шестнадцать населенных пунктов. К счастью вам, этого не произошло, но, к сожалению, именно здесь в Черемской области наибольшее количество уничтоженных домов. 78 строений было здесь и один нежилой дом в Карельской Республике. Для борьбы с пожарами применялась группировка РСЧС общей численностью свыше в России более 18 тысяч человек и 3,5 тысячи ленинских европей. Авиацией РСЧС совершено 2006 вылетов, сбросов, сброшено 64 тысячи тонн воды. Вся группировка РСЧС составляла 41 самолет, 74 вертолета, от МЧС России работало 10 самолетов, 26 вертолетов, от Министерства вороны 15 самолетов, 21 вертолета. В настоящее время в тушении лесных пожаров привлечено 5402 человека, 870 единицы тех и 11 водных судей. В соответствии с правилами тушения лесных пожаров, функции по тушению лесных пожаров, а также координации и организации всех сил и средств, задействованных в тушении, возложены на Рослесхоз России. МЧС России участвует в этой работе в соответствии со сложными планами тушения лесных пожаров и запрещенными соглашениями. Пожарный МЧС, работая в лесу, работает под руководством сотрудников Рослесхоза. Но, тем не менее, мы хотим отметить, обратить внимание на причины, которые, возможно, являются теми причинами, когда у нас горят леса. Первое. Это фактически несоответствие документального закрепления границ лесных участков с реальным состоянием дел на земле. Я говорю о том, что города разрослись на лесную территорию, а лес занял сельхоззелы. Поэтому, для определения ответственности заинтересованных сторон по тушению пожаров, необходимо четко определить границы лесных участков, а также их ведомственные принадлежности. Все это возможно только в рамках плановой инвентаризации. Второе. Отсутствие ответственности арендаторов по тушению лесных пожаров. У нас интересная ситуация возникает, когда в лесном кодексе прописана обязанность гражданам по тушению обнаруженных пожаров, а для арендаторов лишь принятие участия в учтении мероприятий по тушению лесных пожаров. Анализ природных пожаров в Иркутске в 2019 году показал, что более 90% всех термоточек находятся в зоне хозяйственной деятельности арендаторов лесных участков, в зоне лесозготовки. на наш взгляд в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо вернуть обязанность арендаторов по тушению природных пожаров на арендуемых лесных участках, как это было до 1997 года, и прилегающих к ним территорию 5 км от границы арендового участка. Установить ответственность за неприятие мер и нарушение конкретного предельного срока, естественно с учетом сложности пожара, по локализации и ликвидации лесного пожара, а также выход его за границу на долгую часть. Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время все это передано в субъект. Довести до норматива штатную численность работников лесной охраны. По сравнению с советским периодом численность в 4 раза меньше. Теперь период ситуации с паводками. В зачетный период 2021 года паводкам было затронуто более 440 населённых пунктов в 63 регионах страны. Было подтоплено более 6 тысяч жилых домов, 440 дач, 22 тысячи преусаденных участков, почти 300 низководных мостов, 500 участков, автомобильных дорог и 100 социально-значимых объектов. Оказана помощь более 50 тысяч граждан. Свыше 6 тысяч человек были эвакуированы из зоны ЧАЭС. Из них 1200 человек направлены в пункты временного размещения. Обстановка в Забайкальском крае Амурской области была признана ЧАЭС с межрегионального характера установленным в федеральном уровне 1. К репетации последствий прохождения паводки на территории России привлекалась группировка РСЧС общей численности свыше 84 тысяч человек и 15 тысяч днец техники. В том числе от МЧС России более 20 тысяч человек и 3 тысячи днец техники. На сегодняшний день в 29 населенных пунктах остаются подтоплены 63 жилых дома, 19 дачных домов, 1247 предусмотренных участков, 1 низководный гост и 23 участка автомобильных дорог. В регионах проводятся мероприятия по восстановлению разрушенной инструктуры, оценке ущерба и оказания помощи населения, осуществляются выплаты пострадавшим гражданам. По мнению специалистов предварительный суммарный ущерб от паводков за 7 месяцев этого года уже оценился в 7,5 миллиардов рублей. В то же время сезон теплонической активности на территории дальневосточного территориального округа только набирает силы. С учетом повышенной модности в реках и ожидаемых интенсивных осадков в Хабаровском крае, Амурске и Вельске и автономных властях, прогнозируется увеличение количества подтопленных участков, жилых домов и объектов инфраструктуры. Еще 3 августа руководителям субъектов нами направлены рекомендации по выполнению предупредительных мероприятий. Теперь о ближайшем прогнозе. С 7 по 9 августа на территории Приморского края будет воздействовать тайфун Марино со скоростью метров до 15 мм в секунду и осадками до 130 мм за 48 часов. 10 и 11 августа зайдет очередной тайфун Лурит, но уже с меньшими осадками и с меньшей скоростью метра. Все силы и средства находятся в повышенной готовности. На Умурскую область воздействие циклона уже началось. С 5 августа уже подтоплено 39 жилых домов и руководили 160 человек. Развернуты 4 круга. В городе Белогорск мы скорее всего преодолеем исторический максимум по уровню. Максимум был 5,20 будет 5,50 на реке . 10 и 11 августа ожидается приход волны благовеществ. При критическом уровне 7,5 метров ожидаем 8 метров. 10 и 13 августа подъем воды в еврейской автономной области. Угроза подтопления поселка Ленинское ведутся работы по наращиванию дамбок с 10 до 10 метров. Будем поднимать сервер. 19 и 20 августа в Хабаровске подъем воды до 7 метров. Критический уровень 5,50. Здесь будем устанавливать уже мощные насосные станции, укреплять и ставить дополнительные водоналивные дамбы. Ну и возможно подтопление на взгляд до 2000 универсальных участков. Всего на территории трех субъектов Амурско-Еврейско-Еврейско-Еврейско-Еврейско-Евре на крае может быть подтоплено свыше 4000 живых домов и более 7000 пенсионных участков. В целях защиты населенных пунктов создана группировка в количестве более 1500 человек и 80 техники. Кроме того, привлекается более 260 спасателей из трех спасательных центров МЧС России. Проведено наращивание авиационной группировки МЧС России. Привлекаются шесть воздушных судов, два ИЛ-76, три МИ-8 и один МИ-26 на в случае возможной экстренной эвакуации населения. Сегодня оперативная группа со мной вылетает в Доно-Восточный федеральный блок, но с целью принятия возможен дополнительный решение в Куста. Владимир Ильич, аномальные события последних лет становятся закономерностью. Если раньше мероприятия по заведению временных дамп и сооружений были крайне меры, то сейчас они являются неотъемлемой частью мероприятий по противодействию стихии. В этой связи предлагается рассмотреть вопрос строительства постоянных защитных сооружений и дамп наиболее известных местах. Мы разговаривали с министром Миноприроды Александром Александровичем Козловым. Я знаю, что такая работа будет также ведется. В 2019 году вами была поставлена задача по определению зоны подтопления. Такая работа ведется, но в силу сложности, причем процедуру ее согласования, она может затянуться на продолжительное время. Поэтому, с учетом изложенного, предлагается уже сейчас на уровне субъектов рассмотреть возможность введения мораторий на хозяйственные использования земель, ежегодно подвигающие подтопления. Также целесообразно проработает правовой механизм переселения граждан, проживающих на указанных территориях с представлением соответствующих компенсаций. Владимир Ильич, наше предложение. По мнению специалистов, частота природных ЧС и их масштабы будут увеличиваться в настоящее время в соответствии с 68-м законом защиты населения территории ЧС природного характера. Для их предупреждения в субъекты создана комиссия по чрезвычайной ситуации, которую возглавляют руководители субъекта. Для ликвидации чрезвычайной ситуации может назначаться руководитель, однако его возможности по координации сил и средств в зоне ЧС ограничены, так как в ликвидации участвуют организации ведомственные принадлежности и форм собственности. В то же время, на период ликвидации самой ЧС отсутствует орган, координирующий действие группировки. Для решения этой проблемы предлагается внести изменения в постановление правительства РФ номер 794 обороны ЧС и предусмотреть создание в комиссиях постоянно действующих оперативных штабов на базе главных управлений МЧС России по субъектам РФ. Руководство оперативными штабами возложили начальники главных управлений. Основными функциями оперативного штаба будут оценка обстановки, выработка моделей решений направленности ликвидации ЧС, передача актуальной информации о потребностях в дополнительных силах и материальных ресурсах, координация всех сил РСЧС. Решения, принимаемые оперативным штабом, будут утверждаться председателем КЧС, руководителем субъекта, и являться обязательными для их исполнения. Такой подход к организации и управлению изложен в качестве параллели федеральном законе о предотвращении терроризма, где также в материалистической комиссии под ней находится оперативный штаб, который выглавляет начальник материального ордена ФСБ. Ваня Ильич, любая чрезвычайная ситуация сопряжена с материальным ущербом для граждан, подчас связанная с потерей жилья. Федеральным законодательством в таких случаях предусмотрено переведение для строительства жилых помещений взамен утраченных. Однако опыт реализации этих мер, это мы видим на Забайкальском крае, в Иркутской области, показывает, что они требуют значительных временных затратов. Для обеспечения жильем пострадавших граждан предлагается вернуться к практике резервирования на складах Росвезервов и в субъектах, имеющие высокий риск возникновения крупного масштаба ЧАЭС, быстровозводимых домокомплектов, соответствующих географическим и климатическим особенностям регионов. Предполагается домокомплекты и с газобетонных блоков, и с бруса. Самое главное, чтобы они подходили для этой местности, для его климата. Предлагаемый механизм уже проведется совместно с Минстроем. По мнению специалистов, это позволит оперативно обеспечить гельем, который хорошо берет. Павел Иванович, все перечисленные меры при их надлежащей проработке, по мнению специалистов, помогут изменить ситуацию как с лесными пожарами, так и более эффективно используя силы и средства в ликвидации посредствий пауков и иных клювных чрез. До конца закончен. Хорошо. Давайте послушаем Алексея Александровича Козлова. Пожалуйста, Алексея Александрович. А потом обсуждаем все предложения, которые прозвучали. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый коллеги. Суть моего доклада проста. Регионам нужны деньги, чтобы они могли увеличить штат лесных пожарных, закупить технику, нанимать авиацию, то есть бороться с лесными пожарами во всеоружии. Потому что субвенции, которые выделяются сейчас, не покрывают их потребности. Вы в мае прошлого года поручили разработать новый подход к распределению федеральных средств, чтобы он учитывал фактическую потребность регионов по всем лесным полномочиям, в том числе по пожарам. Методика готова и внесена в правительство. Мы предлагаем учитывать затраты регионов не по гектарам, а по потребностям, рассчитанным по нормативам. Это самый прозрачный и объективный способ на сегодняшний день. То есть методика это как распределять, а нормативы что распределять. Отмечу, что мы идем в графике, новая методика должна заработать с 1 января 2022 года. Нормативов пять. Первый. Расчет численности лесных органов. Разработан впервые в стране. Второй. Стоимость охраны и воспроизводства лесов. Третий, четвертый и пятый это обеспеченность техникой лесопожарной, лесохозяйственной и лесопатрульной. Последние два норматива разработаны впервые. Сегодня я хочу сказать о том, что связано именно с тушением лесных пожаров. Мы посчитали все, сколько нужно летных часов, техники и людей. Сейчас лесных пожарных в стране три тысячи восемь человек. Дополнительно нужно одна тысяча четыреста шесть. Авиачасов на авиамониторинг сейчас двадцать пять тысяч девятьсот. Нужно еще сорок семь тысяч. А нынешние девятьсот двадцать семь тысяч тысяч километров наземного патрулирования необходимо увеличить в два раза. Цифры мы выверяли с региональными лесными министерствами. Мы обсчитали на 14 миллиардов рублей. Сейчас сумму выверяем с коллегами из Минфина. Уточняем себестоимость работ в разных регионах. Так как это будет влиять на конечную цифру. Основной вопрос, который у нас сейчас стоит, это стоимость авиачаса. Она в каждом регионе разная. И это основная сумма затрат. Это поручение нам дал Михаил Владимирович Мишустин по итогам совещания лесных пожаров в городе Южно-Сахалинск. С губернаторами затвердимся на комиссии Государственного совета уже договорились с Глебом Никитиным о том, что ее провести в 11 утра 31 августа. Но в любом случае нынешних, фактически затраченных из субвенций 6 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами нам недостаточно. И нам нужно дополнительно 8 миллиардов рублей, это та сумма, которую мы выверяем сейчас вместе с коллегами с Минфином. Причем, чтобы мы успели самое главное бюджетный цикл. Потому что региону нам нужно видеть заранее в начале года, чтобы спланироваться. Вовремя начать и обучить лесных пожарных, вакцинировать их клещевого энцефалита, законтрактовать авиацию. Потому что, когда лес будет уже гореть, то деньгами его не потушить. Тем же, кто хорошо поработал и не допустил крупных пожаров, можно будет потом направить эти деньги на перевооружение или поощрение сотрудников. Это базовые нормативные цифры. Теперь о чрезвычайных ситуациях. Мы не снимаем существов аномалии. Примеры Якутии, они много говорили, показывают сейчас. Сейчас там аномальная жара, засуха за полярным кругом. В таком случае предлагаем использовать механизм резервного фонда правительства. Возникает аномальные условия, регион вводит ЧАЭС, мы компенсируем затраты по их факту. Также, Владимир Владимирович, мы проработали предложение главы Якутии о создании лесопожарного центра на Дальнем Востоке, он вам его озвучил на крайнем совещании. Встретились буквально позавчера с СН Сергеевичем, обсудили, и наше общее мнение нам нужно усилить существующие группировки. Это высокопрофессиональные парашютисты-десантники, взрывники, специалисты по вызову осадков, руководители тушения крупных пожаров, сеть баз авелесохраны. У нас в Якутске 65, в Чите 100, в Улан-Удэе 92, в Иркутске 44, и в городе Свободной Амурской области 73 человека. Давайте увеличим там численность людей, экипируем их, нарастим их лесопожарной техникой, наймем авиацию, то есть, чтобы они всегда были на местах и маневрировали между регионами. То есть, ну такой небольшой спецназ Владимир Владимирович, если звучит убедительно, то прошу поручить следующее. Довести финансирование работ по охране лесов от пожаров до стопроцентного норматива и увеличить численность авиалесохраны в Дальневосточном федеральном округе, соответствующего финансирования и уточнения при необходимости законодательства в этой части. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо. Я бы сейчас хотел послушать коллег из регионов, а потом предоставлю слово некоторым членам правительства. Асен Сергеевич, как ситуация у вас сейчас в Якутии? И предложения, которые сейчас прозвучали, я так понимаю, что они вами вместе с министром прорабатывались. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите доложить о ситуации с пожарами на территории республики и мерах, принимаемых по их тушению. За две недели, которые прошли совещание на вашем уровне, у нас ликвидировано 247 пожаров. В тушении пожаров было задействовано 2100 человек, 156 единиц техники. Очень хорошо себя зарекомендовал самолет-зондировщик Федеральной лесоохраны Ан-26 «Секло». У нас сегодня сложная ситуация остается по западной Якутии, где у нас уже более двух с половиной месяцев практически нет дождей. Стоит аномально сухая жаркая погода с сильными ветрами в последние дни. В некоторых районах из-за сильного задымления, ну, на самом деле, конечно, люди испытывают серьезный дискомфорт, в том числе в городе Мирный. Из-за сильного задымления у нас 29 июля самолеты Бе-200 МЧС России и Ил-76 Минобороны не могут вылететь из Мирного, они там дислоцированы. Поэтому работы все мы проводим на земле при поддержке вертолетов Минобороны и МЧС с водосливными устройствами. Главная наша задача защита населенных пунктов нами выполняется. Сейчас мы ведем тушение шести крупных пожаров вблизи девяти населенных пунктов. Сегодня верховой пожар угрожает районному центру на площади на площади действует на тушение пожаров 2814 человек, 379 единиц техники. На самом деле мы потушили уже в 4 раза с половиной площади пожаров, чем за весь прошлый год. Именно потушили, а не дождались, пока природа сама их потушит. 4 августа в республику по приказу министра обороны Сергея Кужегедовича Шойгу прибыло 115 человек личного состава сводной инженерной роты Восточного военного округа. И в эти выходные мы перебрасываем силами наших авиакомпаний дополнительно 128 специалистов лесоохраны из 6 регионов, которые привлечены по поручению министра природных ресурсов Александра Александровича Козлова. Хотел бы поблагодарить и Сергея Кужегедовича, и Александра Александровича, всех коллег за оперативные решения. Уважаемый Владимир Владимирович, по сути предложений, которые сейчас прозвучали, во-первых, мы обсудили вопросы и на уровне председателя проезда Михаила Владимировича Мишустина во время его визита на Дальний Восток, а также на уровне министра природных ресурсов, экологии Александра Александровича Козлова. Хочу сказать, что согласованы основные подходы по новой методике. Я хочу поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за то, что вы дали такое поручение. И очень надеюсь, как и другие мои коллеги, что скорейшее принятие соответствующих решений правительства, конечно же, позволит повысить эффективность противопожарных мер в республике. При этом, конечно, хотел бы обратить особое внимание на нормативы. Это очень важная составляющая. И главное, чтобы себестоимость, Владимир Владимирович, внутри этих нормативов, конечно же, учитывала специфику регионов. Особенности с низкой транспортной доступностью, например, в сибирских, дальневосточных, где в условиях бездорожья, огромных труднопроходимых местностей, себестоимость работы у нас значительно выше, чем в других регионах. И при окончательном принятии нормативов необходимо учесть себестоимость лесопожарных работ, не приравнивая регионы с низкой транспортной связанностью к регионам с развитой инфраструктурой. По предложению Александра Александровича по лесоохране, мы его, на самом деле, вот позавчера очень подробно в Москве обсудили, мы, конечно же, поддерживаем такое решение, чтобы была увеличена группировка филиалов федеральной лесоохраны, не только в Якутии и на Дальнем Востоке. Это позволит нам, на самом деле, маневрировать силами для тушения пожаров, которые будут возникать в разных субъектах. Владимир Владимирович, у меня еще есть две просьбы. Первое. У нас полеты в аэропорту Якутска сегодня осуществляются с короткой взлетно-посадочной полосы, из-за этого воздушные суда МЧС и Минобороны, они вот как раз в Якутске не могут базироваться, а из аэропорта дислокации мирном они не могут вылетать из-за сильного задымления. На сегодня, благодаря слаженной работе всех заинтересованных сторон, в первую очередь Министерства транспорта, строительные монтажные работы этого года по взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск завершены. И, как мне сегодня Виталий Геннадьевич Савельев, министр транспорта, рассказал, с 20 августа теоретически уже взлетно-посадочная полоса может уже принимать самолет. И в целях перебазирования самолетов МЧС и Минобороны в аэропорте Якутска, я прошу вас дать поручение ответственным органам, это Росавиация и Ростехнадзор, осуществить скорейшую сертификацию взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск, для того, чтобы мы на самом деле здесь уже могли работать по утушению пожаров более эффективно. И еще одна просьба, это уже со всех лесопожарных формирований, наверное, страны, сегодня работники лесопожарных формирований в соответствии с действующим законодательством не могут работать на пожарах свыше 8 часов в сутки. Но понятно, когда они находятся в тайге, они работают не только 8, но и 12, порой и 14 часов в сложнейших условиях, только на личном энтузиазме и, на самом деле, не побоюсь этого слова, личном героизме. И здесь прошу содействовать внесению дополнений в Трудовой кодекс, в частности в статью 99, чтобы разрешить лесопожарным сверхурочную работу в соответствующей компенсации. Доклад окончен, Владимир Владимирович. Спасибо за Ваше предложение. Артур Олегович, потушили пожары в Карелии? Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович. Да, на сегодняшний день, уже несколько дней действующих пожаров в Республике Карелии нет. Огромное спасибо и Министерству обороны МЧС, соседним регионам, которые помогли нам справиться с этой проблематикой. Более того, мы сегодня уже нашли возможность, готовим отряд наших спасателей, десантников для помощи Якутии. Все те предложения, которые мы определили, они были озвучены Евгением Николаевичем, Александром Александровичем. Мы их поддерживаем и уверены, что вот те меры, которые были предложены в их докладах, они, безусловно, будут способствовать решению тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем. Доклад окончен. А остров там, как он? Владимир Владимирович, это остров Пиццария, действительно, там один из скитов. Причина пожара была, это туристы, водники. Мы своевременно тоже отработали, привлекли авиацию, МЧС, и скит отстояли, пожар потушен. Да, ну там люди оттуда тоже сигнализируют, что, ну, понятно, что стоит там, это понятно до сих пор, но там повнимательнее к этому присмотритесь, потому что там и дымит ещё. Дымит. На сегодняшний день посмотрим, пожар ликвидирован. Хорошо, хорошо. Но угрозы скита нет. Ну, хорошо. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Так, пожалуйста, Александр Викторович, Красноярский край, как у вас? Поважаемый Владимир Владимирович, позвольте очень коротко по двум вопросам, и по паводкам, и по лесным пожарам. Паводки в этом году мы прошли с минимальными потерями, хотя, откровенно говоря, ранней весной ситуация была не просто сложной, а по-настоящему угрожающей. В связи с тем, что запасы снега зимой на водосборной площади Енисея, речь идёт прежде всего о Саянах. По оценкам Росгидромета были самыми значительными за всю историю наблюдений, то есть более 100 лет. Оценивая возможные угрозы, повторяю, это действительно была реальная угроза, мы пошли на известный риск для летнего судоходства и начали упреждающие холостые сбросы воды на Агитарь. Таким образом, половодие было искусственно растянуто по времени и продолжалось порядка двух месяцев на Енисеи, но при этом пики сбросов не превышали 7 тысяч кубометров в секунду, что позволило избежать резких подъёмов уровня воды и, соответственно, серьёзных разрушительных последствий. Всего в период весеннего половодия в зону частичного подтопления попало порядка 45 населённых пунктов, 116 жилых домов, из которых эвакуировано 370 человек. Сегодня ситуация стабильная, остаются подтопленные порядка 150 садовых участков. Людей к пункту временного размещения нет, на оказание им материальной помощи направлено 3,5 миллиона рублей. Учитывая небольшие масштабы того, что у нас происходило весной и первые летние месяцы, мы считаем, что действительно удалось избежать таких серьёзных бед, которые могли бы прийти. Что касается лесопожарной обстановки, она в крае на сегодня тоже относительно стабильна, и всем нам памятен очень тяжёлый для края 2019 год, когда на этот период у нас было зафиксировано более полутора тысяч пожаров, от которых пострадало 1 миллион 800 тысяч гектаров леса, именно на этот период, на начало августа. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, я хочу искренне поблагодарить вас за поддержку нашего региона силами МЧС и Министерства обороны, а также за принятое вами решение о создании у нас в Красноярске специализированного северного лесопожарного центра. Он разворачивается. В этом году ситуация по пожарам выглядит принципиально иначе. На сегодняшний день зафиксировано чуть больше 600 возгораний. В основном это возгорание незначительно, то есть почти в 2,5 раза меньше, а площадь, пройденная огнём, составляет 37 тысяч гектаров, что меньше в 47 раз. Столь значительные изменения в лучшую сторону, конечно, в известной мере являются следствием и погодных условий, но и качественно иного подхода к работе. Речь идёт прежде всего об укреплении материальной базы наших лесопожарных формирований, активном привлечении к этой работе ориентаторов, лесопользователей и прежде всего ставке на профилактику и максимально раннее обнаружение возгорания. В настоящий момент у нас действует 4 лесных пожара на площади порядка 4 тысяч гектаров. Это далёкий север, Венкия. Пожары локализованы, находятся под контролем и окончательной их ликвидацией мешает лишь сильная задымлённость соседней территории, о Сякутии, о чём сейчас шла речь. Горизонтальная видимость в этих районах Красноярского края сегодня не превышает 250 метров. И всё же в течение ближайших трёх суток мы постараемся с этой ситуацией справиться. Я бы хотел, естественно, поддержать те организационные и финансовые предложения, которые были озвучены и Евгением Николаевичем, и Александром Александровичем. Из имеющихся проблем, пожалуй, главной, ну и традиционной является финансирование. Ну, в частности, в прошлом году на реализацию переданных нам полномочий в лесопожарной сфере из краевого бюджета было направлено почти миллиард куплей, то есть почти половина от ПОП-сум. Требуют финансовой поддержки, доведения до нормативных требований, материальная база соответствующих подразделений и многое другое. Восполнение финансового дефицита могло бы существенно повысить эффективность работы по борьбе с лесными пожарами. Спасибо. Евгений Коннорович, как Вы относитесь к предложению министра МЧС по поводу домокомплектов? Владимир Владимирович, здравствуйте. Да, мы предварительно обсуждали и прорабатывали совместно с МЧС. Примерно 12 тысяч домов ежегодно у нас смывает, и 13 примерно горит. Поэтому, конечно, опыт Иркутска показывает, что желательно было бы сразу после принятия решения приступать к работе и иметь, если бы вам дома, комплект. Поэтому поддерживается и готовы проработать, если будет Ваше поручение. У нас сейчас, в принципе, строительный комплекс достаточно развит, и в целом достаточно быстро можно возводить жильё в соответствии с потребностями и условиями того или иного региона. Но если Вы считаете, что какой-то запас нужен, наверное, может быть. Игорь Иванович, как у Вас, кстати, в Иркутской области сейчас? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Ситуация в Иркутской области следующая. Всего у нас на сегодняшний день зарегистрировано 45 лесных пожаров на площади около 100 тысяч гектар. Вчера я вёл режим регионального ЧАЭС, где приостановил деятельность всех лесохозяйственных и лесозаготовительных работ. Мы привлекаем по согласованию с Министерством обороны, с МЧС дополнительную технику. Сегодня у нас два района в зоне постакого постоянного контроля. Это Катанский район на границе с Иркутей и Киринский район. Все пожары... Одно из условий сегодня для того, чтобы ввести режим регионального ЧАЭС, это ликвидация очагов, которые сегодня полностью локализованы, но и в первую очередь недопущение вновь возникаемых пожаров. У нас погодные условия сегодня, прогноз неблагоприятный, усиление ветра, ветровой нагрузки, отсутствие осадков. Ну и, конечно, сегодня те работы, которые там производятся в лесах, это запрет точно вхождения в леса и населения. Вот этот временный период я обратился к жителям, чтобы они правильно приняли вот это решение. Ну и все, конечно, с пониманием относятся то, что сегодня происходит, отсутствие осадков. В целом, ситуацию мы держим под контролем. Тоже хотел бы поблагодарить коллег с федеральных министерств, министерства обороны, МЧС, авиалесоохраны. Мы вот, если брать Катонский район, 17 апреля, Владимир Владимирович, у нас отсутствие осадков. Там идёт температурный режим от 25 и выше. Поэтому, да, действительно, это природный катаклизм, как вы сказали. Мы полностью поддерживаем те предложения, которые сегодня дали вам Евгений Николаевич и Александр Александрович. Единственное, мы для себя вот ещё хотели посмотреть, то есть период сезонности, то есть риск возникновения пожаров, это у нас летний, в основном весенний, летний, осенний. То есть с 1 апреля до 1 октября можно вот этот формат рассмотреть, когда в этот период те работники, которые будут участвовать в тушении лесных пожаров, их набирать по полному штату и реагировать на те пожары, которые возникают. Мы сегодня также готовы дать предложение. У нас есть город Устилимск, где взлётно-посадочная полоса 3 километра. Мы сегодня готовы его ввести в эксплуатацию в следующем году. И базирование можно тоже рассматривать как вариант авиалесоохраны, который в целом полностью будет охватывать вот всю северную территорию. Ну и, конечно, это оперативность реагирования на возникновение тех пожаров. Владимир Владимирович, спасибо за поддержку. Доклад закончен. Александр Владимирович, как у вас в Тюмени? Добрый день, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. На сегодняшний день в Тюмениской области действующих пожаров нет, но напряжённая ситуация у нас была весной, в апреле-май. Первый лесной пожар был зафиксирован 15 апреля. Погодные условия были достаточно тяжёлые, такие же, как сегодня у коллег. Высокая, не характерна для нашего региона, высокая температура, полное отсутствие осадков. Первые более-менее значимые дожди прошли в конце июня. И очень высокая ветровая нагрузка, до 25 метров в секунду, причём практически каждый день. С 24 апреля мы начали наращивать группировку средств. Спасибо коллегам, нашим соседям. Мы привлекли дополнительно десантников с Емолоненинского автономного округа, с Хантамассийского автономного округа Югры. Средловская область нам помогла. Ну и плюс порядка 300 десантников прибыли к нам с Федеральной авиалесоохраны. Помимо этого, прибыла чуть попозже, в начале мая, аэромобильная группировка МЧС. Мы привлекали дополнительно 8 вертолётов. Два вертолёта Ми-26, 6 вертолётов П-8 и Ил-76 МЧС для тушения пожаров в труднодоступных территориях. 11 мая был введён режим региональной ЧС, 9 июня этот режим был снят. На сегодняшней ситуации погодные условия у нас идут дожди, поэтому ситуация спокойная. Доклад окончен, готов ответить на вопрос. Прошу прощения, я также поддерживаю предложения, которые были высказаны Евгением Николаевичем, Александром Санычем. Все очень дельные, все по сути. Спасибо. Хорошо. Антон Германович, вы с коллегами прорабатывали все эти вопросы. Ваше мнение, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Коллеги, поддерживаем предложение, в первую очередь, по двум направлениям. Первое – это пересмотр и уточнение норматива субвенции в части средств, которые доводятся регионам на обеспечение пожарной безопасности. Это позволит укрепить подразделения лесоохраны и дополнительный ресурс выделить на их оснащение. И второе, на наш взгляд, не менее важное – необходимо подкрепить тоже и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Мы подготовили соответствующую программу, в соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, по дооснащению МЧС необходимой техникой, с тем, чтобы были возможности такими мобильными комплексами МЧС оперативно оказывать необходимые меры по тушению пожаров. Здесь с двух сторон – из страны региона, из страны федерации – необходимо дополнительное усиление. Кроме того, хотел бы тоже обратить внимание на то, что коллеги говорили. Нам необходимо больше ответственности возлагать на арендаторов. Евгений Иванович об этом говорил. Абсолютно справедливо. Потому что лесные участки находятся в пользовании, и ответственность за пожарную безопасность должны нести арендаторы. Это первое. Второе. Мне кажется, что можно было бы повысить ответственность арендаторов, повысить штрафы. В том числе за недостаточное использование и за вред лесному комплексу, который наносится. С тем, чтобы у арендаторов была мотивация создавать все необходимые условия для предотвращения возможности возникновения пожаров. Поэтому по этим направлениям мы готовы работать и, соответственно, необходимыми финансовыми ресурсами подкрепим. Спасибо. Хорошо. Коллеги, есть ли какие-то замечания по поводу противопожарной тематики? Дополнительные. Да, Александр Александрович, пожалуйста. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Я хотел бы кратко ответить на один вопрос. Безопасность на арендаторов за леса уже возложена. Что входит в понятие безопасность? Это обустройство, они несут ответственность штрафам либо расторжением контрактов. Что касается самого тушения непосредственно на леса, то есть формулировка в лесном кодексе, статья 53, пункт 4, которая говорит, принимает участие в осуществлении мероприятий. Формулировка не строгая, Владимир Владимирович. Сделано только из следующей логики. Если вдруг не справляется, чтобы мы могли региональными силами и за счет федеральной субвенции, о которой мы говорим, привлечь дополнительные мощности. Если мы сделаем формулировку более строгую, то мы должны понимать, что мы в этот лес не зайдем. Но тогда мы с них должны будем понимать о том, что там все, что будет разворачиваться, только в режиме чрезвычайной ситуации, а не субвенции. Если мы это готовы принять, мы этот пункт отправим. Если нет, то тогда в два ключа работаем на этой территории. Спасибо за внимание. Это называется юридическая техника. Просто нужно отработать эти формулировки таким образом, чтобы и в арендаторах была обязанность работать по тушению. И это не мешало бы работать региональным и федеральным силам. Это всё можно сделать. Я сейчас просто не хочу в ходе совещания делать предложения, но они у меня уже есть в голове, прямо сейчас. Но это мы легко сделаем. В этой части у меня ещё один вопрос к бюбернаду Теслеру и ко всем остальным коллегам. В таких случаях, в условиях борьбы с пожарами, в условиях, когда люди теряют имущество, жильё, часто возникают вопросы спорного характера. Я сейчас не буду в детали, но прошу вас исходить всегда из одного. Все спорные вопросы должны… Логика должна быть такая. В пользу и в интересах людей должны решаться спорные вопросы. Конечно, есть ситуации разные, вплоть до криминальных. Всё понятно, тогда и судебное разбирательство к месту, и оно востребовано. Но в целом нужно исходить из того, что все вопросы спорного характера должны, конечно, в пользу людей решаться. Я прошу всех коллег, которые присутствуют сейчас и которых нет сейчас на связи в ходе нашего совещания, исходить именно из этой логики. Давайте несколько слов, пожалуйста, по той тревожной ситуации, о которой доложил министр МЧС по Дальнему Востоку. Я бы хотел услышать мнение коллег тоже из регионов. Давайте начнём с губернатора еврейской автономной области. Пожалуйста, Арсислав Францисович, как вы оцениваете ситуацию и как готовитесь к возможным предстоящим событиям? Уважаемый Владимир Владимирович, у нас уже прошли два гребня-поводка на территории еврейской автономной области в июне. Те примитивные меры, которые мы провели по предотвращению ситуации, не дал возможности в честных подтоплений. Ни одно социально значимое учреждение, ни один живой дом не был подтоплен. Но мы научились бороться с паводками на уровне 9700, но дальше это, конечно, уже за пределами добра и зла, да, и это уже для нас является существенными проблемами. На территории до сих пор не реализованы мероприятия по строительству четырёх гидрозащитных сооружений. В настоящее время мы ожидаем подход очередного гребня-поводка на отметках опасных явлений, превышающих практически метр. По ряду населённых пунктов наибольшее опасение вызывает прогноз по Ленинскому, там плюс 2 метра и достигнет отметок 1050 12-14 августа. Спасибо и Сергею Кожиеву Шойгу, и Евгению Николаевичу Зиничеву выделили вовремя в достаточном количестве силы и средства. Сейчас занимаемся укреплением гребня-дамбы, и Александр Александрович Козлов отправил специалистов-гидрологов, которые сейчас проводят оценку дамбы на Нижнеленинском по возможности наращивания гребня как раз до тех уровней, которые позволили издержать паводок. Владимир Владимирович, хочу обратить Ваше внимание, что на протяжении последних 10 лет Еврейская автономная область подвергается наводнениям регулярно. Это паводки 2013, 2019, 2020 годов. Домохозяйством и экономики региона нанесен совокупный ущерб в 12 миллиардов рублей. Призвано пострадавшими 25 тысяч человек, это более 15% от всего населения региона. Помимо экономического измеряемого ущерба растет уровень оттока населения граждан, так как не обеспечивается должная безопасность. Основными причинами являются отсутствие гидрозащитных сооружений и эксплуатация существующих, строительство и реконструкция ГТС. До настоящего времени я уже сказал, что не реализованы мероприятия по строительству четырех объектов защиты. По каждому проекту имеются положительные заключения государственной экспертизы. Заявленный объем финансирования на 2022-2023 год составляет 3,2 миллиарда рублей. И все документы уже поданы в Росводресурс. Но существует проблема. Уровень федерального софинансирования определен в размере 90 на 10. Вы знаете положение с бюджетом еврейской автономной области. И сами лично несколько раз помогали. Спасибо вам огромное, чтобы отбалансировать бюджет. Но, по мнению Росводресурса, не должны финансироваться ни профильные затраты, которые, как они считают, относятся к переустройству сетей инженерно-технического обеспечения, пересекающихся с дамбами, реконструкции автомобильных дорог, проходящих под дамбом, а также приобретение мобильного насосного оборудования. При таких условиях региону необходимо изыскать 817 миллионов рублей или 25% от общей стоимости дамб. На самый крупный проект, это защитную дамбу Ленинская, уровень регионального софинансирования составит 30%. Прошу вашего поручения в адрес Минприроды до снижения уровня софинансирования для еврейской автономной области 99 на 1. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это эксплуатация гидротехнических сооружений, которые мы должны содержать в надлежащем виде, согласно загона 117, о безопасности гидротехнических сооружений. Такие затраты составляют 27,3 миллиона рублей, но на протяжении многого времени при заявке в Минфин они не считаются приоритетными и социально значимыми и остаются без внимания. Также в связи с тем, что мы тонем постоянно на Дальнем Востоке, прошу рассмотреть возможность и дать поручение включения таких расходов, как содержание ГТС, как первоочередные социально значимые. И еще одна проблема, с которой бы хотел обратиться и попросить Вашей помощи. До сих пор не выделены финансовые средства из Резервного фонда Российской Федерации на выплаты гражданам, пострадавшим в ЧС 19-20 года в сумме 779,2 миллиона рублей. Проблема в том, что основная масса людей, о которых мы говорим, в 2019 году, когда было подтопление, они не хотят уезжать в своих мест и выбрали капитальный ремонт. Но наводение 2020 года привело к тому, и уточнение границ непосредственно зон подтопления, их нужно переселять. Мы не можем пройти ситуацию с нестроем России, так как они считают, что один раз уже людям оказали помощь, и на второй, еще на очередную выплату последующие, они не имеют права. Евгений Анатольевич, нужно сделать это. Принято, Владимир Владимирович. Документ подготовлен, не внесен правительству. Где повторное ЧС, когда поражаются дома, те, которые первично поразились в предыдущий период, такой нормативный документ разработан, согласован и внесен правительству. Когда будет принято? В ближайшие дни, Владимир Владимирович. Я думаю, в течение следующей недели документ будет принято правительству. Это нужно сделать. И по поводу первоочередности содержания гидросооружений. Антон Германович, я думаю, что губернатор прав. Это, все-таки, в этом смысле регион требует особого внимания с точки зрения борьбы с поводками. Ясно. Отработаем, Владимир Владимирович. Мы включим тогда наши первоочередные расходы и позиции. Спасибо большое. Василий Александрович, как Амурская область готовится к этим поводкам, о которых министры сказали? Добрый вечер. Добрый вечер, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Разрешите сначала два слова про пожары. У нас в этом году была очень тяжелая весна, тоже дождь прошел в начале марта, смыл снег, соответственно, резко обострелась пожарная обстановка. Но мы в хорошем смысле поставили рекорд. У нас сгорело в этом году всего 80 тысяч гектар. Сравнение в прошлом было 160, это тоже был очень хороший показатель. Вместе с тем, я горячо поддерживаю те предложения, которые высказали Евгений Николаевич и Александр Александрович. У нас действительно на базе, на площадке Амурской авиабазы в городе Свободном можно было бы разместить федеральную группировку. И она бы в том числе, там рядом, вы знаете, газоперерабатывающий завод, значит, уже впущен в эксплуатацию, космодром строится. Это было бы, мне кажется, очень удачным местом. Теперь то, что касается паводковой ситуации. Аномально тяжелое лето. У нас сейчас мы наблюдаем второй паводок. Значит, по первому паводку, все цифры Евгений Николаевич сказал, но я несколько хочу акцентов сделать в своем докладе. Значит, у нас в городе Благоещенске уровень воды по реке Амур составил 860 сантиметров. Для сравнения, при наводнении 2013 года – 822. Это аномальное наводнение с 50-х годов. Набережная очень хорошо себя проявила, второй раз город защитила. Значит, и мы, конечно, должны все усилия предпринять, чтобы набережную завершить. Сегодня там два участка не завершено. Общая сумма – 3,6 миллиарда рублей. Миллиард 200 мы выделили из областного бюджета. Если будут выделены средства из федерального бюджета, в следующем году мы набережную сдадим, и любимый город сможет спать спокойно. Значит, по поводу мероприятий по первой волне сначала, Владимир Владимирович. У нас всего пострадавшими было 5131 человек. Большая работа была проведена по эвакуации, развертыванию пунктов временного размещения. Там на пике 504 человека находилось. Значит, не было, самое главное, допущено гибели и травмирование людей. Мы отрабатываем сейчас по выплатам, завершили работу по региональным выплатам по всем пострадавшим гражданам и практически завершили там 98% выплаты федеральной. Мы пока федеральных денег не получили, но договорились с Минфином, что мы своими деньгами региональными закрываем эти выплаты с последующим возмещением из федерального бюджета. Сейчас мы приступили к теме восстановления имущенных прав граждан, утраченное жилье и капитальный ремонт. Всего было повреждено 710 жилых помещений. Мы собрали сейчас пакеты документов на 165, и эта работа у нас под личным контролем у меня находится. Вообще мы с середины июня ежедневно, Владимир Владимирович, собираем КЧС. Так выходит, что у нас первая волна длилась порядка двух недель, сейчас на смену ей приходит вторая волна. Значит, вторая волна, прогноз погоды сложный. Об этом сказал уже Евгений Николаевич. Вместе с тем мы точно так же, как по первой волне, сейчас весь акцент сделали на все мероприятия по безопасности. Задача людей своевременно предупредить, построить берегозащитные сооружения, временные. Группировка спасателей достаточная. Спасибо МЧС, очень профессионально все. Значит, на сегодняшний день у нас более 500, в том числе спасателей из других регионов здесь работает. Значит, поэтому считаю, что сил и средств достаточно. Еще один вопрос, Владимир Владимирович, хотел бы поднять. Значит, ущерб по 2013 году у нас составлял 33 миллиарда рублей. По первой волне паводка 2021 года он составил 6 миллиардов 200. Значительная разница, с чем она связана? С точным заблаговременным прогнозом, который позволил нам своевременно все мероприятия провести и подготовиться к этой волне. Поэтому я уверен, что мы исправимся и со второй волной. Но вместе с тем прогноз, конечно, будет все зависеть от погоды. Прогноз пока тяжелый. Мы видим, до 4000 домовладений может быть подтоплено. Ждем завтра Евгения Николаевича, проедем, посмотрим, как вся эта ситуация у нас выглядит. Но уверен, что мы с этой ситуацией справимся. Единственное, на что хотел еще ваше внимание обратить, попросить. У нас сегодня по социологии, Владимир Владимирович, первое место из проблематики у людей занимает состояние дорог. Вот ущерб дорогам по первой волне составил 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Мы выделили из резервного фонда области 700 миллионов. Этих средств, конечно, недостаточно. И, к сожалению, еще не ликвидированы до конца последствия ЧАЭСа 2019 года. Вот здесь я просил бы вашей поддержки. Доклад закончил. Я попрошу правительства и министра строительства, и вице-премьера, курирующего, обратить на это внимание. Я согласен с губернатором, там действительно ситуация с дорогами такова, что требует нашего особого внимания. Средства в целом у нас на эту проблематику выделены, очень серьезные, большие. Нужно просто при окончательном распределении этих ресурсов учесть потребности Амбургской области. Михаил Владимирович, как Хабаровский край готовится к возможному поводку? Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте начать с того, что предложение Александра Александровича Козлова поддерживаем и по нормативам, и по методикам. Евгения Николаевича поддерживаем, особенно по ответственности для лесопользования, ее усилению. Юридическая техника – это дело десятое. Ответственность надо повышать однозначно. Также докладываю, что ваше поручение по границам зон затопления выполнено в Хабаровском крае в срок. Теперь о противопаутках мероприятиях. У нас впервые в истории бурья разбушевалась и преодолела опасное явление 15-16 июля этого года. В Верхнебуринском муниципальном районе были затоплены два населенных пункта. Предварительный ущерб – 290 миллионов рублей. В первую очередь, самая большая цифра – это транспортная инфраструктура. Смыло пять мостов, повреждено еще шесть. К 1 августа были завершены работы по откачке воды в домовладениях, просушка, расчистка, дезинфекция. Спасибо, здесь группировка МЧС была переброшена туда в дополнение к нашим краевым спасателям. Произведены уже выплаты единовременной материальной помощи 75 гражданам, 253 человека. Им выплатим еще 18,3 миллиона рублей из краевого бюджета в ближайшие дни. И вместе с тем опять бурья начинает подниматься. На 6 августа у нас произошел подъем до 980 сантиметров, опасное явление 1111 метров. В результате уже подтопило опять пять жилых домов, тех же, которые мы высушили, в которых проживает 10 человек, 25 придомовых участков разрушено, добито, можно сказать, 9 автомобильных мостов. Софийск и Шахтинск отрезаны, здесь спасибо МЧС, завтра туда вылетает борт с продуктами и со спасателями из ГСМ. На месте работают краевые спасатели и пожарные, плюс перебрасывается 20 человек от МЧС, тоже завтра этим же бортом. В превентивных целях, чтобы не допустить угрозу жизни и здоровью, мы эвакуировали 42 человека, из них 16 детей. До сих пор 27, из них 5 детей, в пункте временного размещения, все обеспечены питанием, ночлегом. Все хорошо, прошлый удар стихии, я был там лично, все проверил. Ситуация на особом контроле. Здесь могу сказать, что сток бурии можно было бы отрегулировать, в том числе, подняв проект Ниманской ГЭС, это приток бурии, который могла бы питать, бам, электричеством, и этот проект мы заявили в правительстве. И могли бы здесь два вопроса решить, и с электричеством, и в том числе с ограничением стока на бурии. Что касается Амурского паводка, гребень третьей волны прошел 12 июля, отметка была 470, хотя опасное явление 450, а точнее 600, а неблагоприятное 450. А сейчас мы готовимся к приходу уже четвертой волны. Евгений Николаевич об этом доложил подробно. Мы развернули насосные группы, в Хабаровске я их сегодня лично проверил. 15-17 августа ожидаем 650 до 7, по некоторым прогнозам дополнительным. Дамбы в Хабаровске не достроены. Здесь история старая. Прежнее руководство ушло в суды, был растворнут в контракт, сроки сорваны, но в конце концов при помощи в том числе Минприроды России мы саккумулировали все средства, заключили на конкурсной основе контракт. Ее достраивает новая организация, там уже работы ведутся. В следующем году мы ее сдаем. Это дамбы Южного округа Хабаровска. Нам грех жаловаться на финансирование, потому что львиная доля средств идет на гидрозащитные сооружения Хабаровска и Комсомольска. В Комсомольске мы ожидаем к 22-24 августа превышение критических отметок. У нас там опасное явление 650, ожидаем тоже 7. Там у нас город защищен. Наращены также работы по гидрозащитным сооружениям, по которым та же история, что и в Хабаровске. Расторжение контрактов, смена подрядчиков. Сейчас в авральном режиме мы нагоняем, тело дамбы поднимаем, тампонируем тоже ливневую канализацию и все работы выполняем. Круглосуточно ведем мониторинг и прогноз развития обстановки. У нас зарезервировано и готово к развертыванию 11 пунктов ПВР временного размещения. Развернуто уже 4, вместимых уже 115 человек. В Хабаровске мы не ожидаем серьезного удара. МКД не угрожает этот уровень воды, угрожает 60 домовладениям. Все жители у нас на контроле, им будет предложено перемещение в пункт временного содержания. Это в первую очередь Хабаровский район рядом с Хабаровском. Но дача до 2000 дачных участков будет опять затоплена. Мы оповестили всех дачников, урожай они собирают, который есть. И после отметки в 5.30 прекращается паромная переправа. Но мы там никого не оставим, там у нас работают наши спасатели. По пожароопасной обстановке у нас действует один природный пожар, 700 гектаров, в труднодоступном районе на севере, Охотский район. Он в зоне контроля. Мы своих спасателей, соседям в нашем республике Саха еще 5 июня отправили. 77 у нас парашютистов, десантников отработало на пожарах в Якутии. Сейчас там у нас осталось 23 смены группировки. Мы своих не бросаем на Дальнем Востоке. С начала года возникло 320 пожаров природных, 83% к прошлому году. В течение первых суток ликвидировано 80%. 30 марта этого года на территории установлен пожароопасный сезон по становлению правительства края. В 18 муниципалитетах установлен особый противопожарный режим. Мы потренировались совместно с Главным управлением МЧС вместе со всеми главными муниципалитетами еще в марте. Подготовили наших руководителей на местах. Охрану лесов у нас осуществляет 11 автономных учреждений, в составе которых 19 лесопожарных станций. Общая численность сил пожаротушения 467 человек, 220 единиц техники. Органы управления и силы к выполнению задач готовы. Доклад закончил. Хорошо. Уважаемые коллеги, будем завершать. Вот что хотел бы сказать в конце. Как известно, Россия самая большая в мире страна по территории. У нас где-то пожары, где-то горит, а где-то, наоборот, паводки и подтопление. И мы сегодня с вами обсудили вопросы в тех регионах, которые требуют особого нашего внимания. И поэтому перечень поручений будет состоять из двух частей. Первая – это оперативное реагирование, административное и финансовое на текущие события. И вторая часть поручений будет заключаться в необходимости решения более долгосрочных стратегических задач. Это касается совершенствования, прежде всего, нормативной базы и выделения соответствующих ресурсов для того, чтобы создать необходимые запасы для борьбы с теми проблемами, которые мы сегодня обсуждаем. Но ещё раз хочу подчеркнуть и вернуться к этому в завершение нашей сегодняшней встречи, вернуться к тому, с чего начал, прежде всего, конечно, во главе должен стоять вопрос о стечении интересов людей. В этой связи на все проблемы, которые возникают, которые мы решаем, нужно посмотреть именно с этой точки зрения. Спасибо большое. Соответствующий перечень поручений будет подготовлено в самое ближайшее время. Всего доброго.